От Желтого моря до Черного моря Историки древнего мира и средних веков образно называли Центральную Азию кратер народов. И действительно, на протяжении почти двух тысячелетий выходили отсюда многочисленные народы и словно море разливались по Великой степи, протянувшейся от Желтого моря до Черного моря. Около трех тысяч лет назад сложилось кочевничество в суровых Центрально-Азиатских степях. Телегу поставили на колеса, шалаш заменила войлочная юрта, были выведены новые породы лошадей, резвых, выносливых, неприхотливых. Первобытный родовой строй начинает сменяться строем классовым. Возникают первые государства кочевников. Еще до начала новой эры объединяются в могучую силу племена Хунну. Затем в Центральной Азии рождаются государства сяньбийцев, жуанжуаний, тюркютов, уйгуров, кыргызов. Их владения охватывают не только родные степи. Кочевники овладевают Китаем и Средней Азией, территорией нынешнего Казахстана и по Волжьям, а затем становятся постоянной угрозой для Византии и молодых славянских государств, прежде всего для Киевской Руси. В борьбе с погаными кочевниками отдают все силы киевские князья, а Святослав гибнет в битве с печенегами. Нашествие гуннов, потомков древних Хунну, повергает в ужас Европу. Их набег — удар молнии, пишет о печенегах византийский историк XI века. Их отступление тяжело и легко в одно и то же время, тяжело от множества добычи, легко от быстроты бегства. Нападая, они всегда предупреждают молву, отступая, не дают преследующим о них услышать. А главное, они опустошают чужую страну, а своей не имеют. Самое худшее то, что они своим множеством превосходят весенних пчел, и никто еще не знал, сколькими тысячами или десятками тысяч они считаются. Число их бесчисленно. А вот что пишет византийц XII века о половцах, соперниках, а порой и союзниках печенегов. Это летучие люди, и поэтому их нельзя поймать. Они не имеют ни городов, ни сел. Оттого за ними следует зверство. Волчьи обычаи воспитали таких людей. Дерзкий и прожорливый волк легко обращается в бегство, когда появится что-либо страшное. Точно так же и этот народ. Вслед за полчищами гуннов, печенегов, половцев, аваров, булгар, на Европу обрушивается еще более страшный враг. Бесчисленные орды Чингисхана. Проходит несколько веков, и новая опасность нависает над Восточной Европой. Пришедшие из глубин Азии турки-османы захватывают Константинополь, покоряют народы Балканского полуострова и угрожают Вене, Всего лишь сто лет назад удалось южным славянам с помощью братского народа России сбросить турецкое иго. Азиатская опасность, бывшая столько веков постоянным кошмаром для народов Европы, становится достоянием истории. Передвижение кочевников по пространствам Великой Степи интересует не только историков Средних веков и Древнего мира. Не меньшее внимание уделяют этим походам длиной в тысячи километров и лингвисты. Ведь только приняв во внимание движение племен и народов от Желтого моря до Черного моря, можно объяснить, почему в Молдавии и в Туве звучит родственная речь. Почему язык Чуваший на Волге похож на язык турок Малой Азии? Почему многочисленные народы, разбросанные по огромным пространствам азиатского материка, объединяются древним родством, прежде всего языковым? Родство языка туркмен, турок, казахов и многих других народов было замечено давно. 900 лет назад замечательный ученый средневековья Махмуд Кашгарский написал книгу, которая не имеет в себе равных. Называлась она «Диван тюркского языка». Диван — слово арабское, означающее записи, сборник записей, книга. Автор хотел доказать, что тюркская речь не уступает в гибкости и красоте арабской, и дал в своем диване ее грамматику, провел сопоставление различных тюркских наречий между собой, показал, что прежде они различались мало, но со временем разошлись, отметил, в чем же заключаются эти расхождения. О том, что слово «тюрк» родственно словам «турок» и «туркмен», догадаться нетрудно. Тюрками называли себя создатели огромного государства, протянувшегося почти по всей великой степи. В настоящее время известно около 30 живых языков тюркской семьи, и почти в каждом из языков есть несколько диалектов. Ряд тюркских языков находится в стадии умирания. Число людей, говорящих на них, сокращается. Письменности они не имеют, и в недалеком времени исчезнут с лица земли, так же, как исчезли языки многих других племен и народов. Но исчезли они небесследно. На огромных пространствах Великой Степи ученые находят памятники письменности древних тюрков, выполненные оригинальными знаками тюркскими, рунами. Расшифровка их позволила заглянуть в глубины тюркской истории вплоть до VI века н.э. В летописях китайцев, арабов, византийцев, русских и других народов, сталкивавшихся с тюркскими племенами, встречаются слова, исчезнувших на речи. Например, итальянцы составили словарь языка половцев. Многие тюркские слова сохранились благодаря тому, что они были заимствованы языками соседей. Так в русском языке тюркское происхождение имеют очень многие слова, связанные с коневодством. Табун, лошадь. В северных диалектах есть лишь русская конь. Башлык, аркан, а также булана, караковая, каурая, масти лошадей и т.д. Это неудивительно, ведь основным занятием славян было земледелие, а тюрков — скотоводство. Еще больше тюркских слов в языке болгар, да и само название болгары тюркского происхождения, болгарами или булгарами, называли себя племена, жившие в устье Камы. Отсюда они пришли на Балканский полуостров, где смешались со славянами. Язык нового народа стал славянским, но название было унаследовано от тюрков — болгары. Ученые располагают большим и разнообразным материалом, с помощью которого можно восстановить историю великой тюркской семьи языков. И история эта, как пишет один из крупнейших советских филологов, академик Жермунский, показывает грандиозную картину многовекового передвижения кочевых скотоводческих племен и больших племенных союзов из Центральной Азии через Среднеазиатские и Южно-Русские степи, Волгу и Урал до Кавказа и Крыма, Малой Азии и Балканского полуострова. Расселяясь в разное время и в разных частях этой обширной территории, тюркоязычные народы частично сохраняли вплоть до недавнего времени свой древний кочевой быт, частично переходили к оседлости, смешиваясь с местным нетюркоязычным оседлым населением. Это и объясняет удивительную географию тюркских языков.